Всем привет! Еще одно секретное задание можно найти в Золотом Миге, связанное с заводным механизмом персонажа под именем Чабра. Находится он в этой точке. Сюда можно будет добраться с помощью этого телепорта. Я отдалю камеру. Это Золотой Миг, локация. И поехали. Как низко пала киноиндустрия. Вставится любой старый кадр, лишь бы прикрыть огрехи. Ну кто так делает? Я. Это щит говорит, да? Что я? В мюзикле должна быть логика, а дерзкая игра. А тут какие-то смазливые мальчики орут и скачут. Это по твоему кино? Нет. Что нет? Это твой мусор буквально загрязняет окружающую среду. Ты хоть представляешь, какой непоправимый вред наносит плохое кино и душе, и тело? А что там нарисовано? Просто автомобиль и все. Вы правы, но я всего лишь афиша. Миш, что с того, что афиша? Как будто афиша не может мучить людей, почем зря. Да, у меня от этой твоей рекламы теперь тяжелая душевная травма. Как компенсировать будешь? Понятно. Я не знаю. Помогите, люди добрые. Ну что ты над афишей-то издеваешься? Издеваюсь? В наши дни, что даже правду говорить незаконно? Нет уж, если она посмела явить миру это объявление, значит пусть не удивляется, если ей скажет пару ласковых. И вообще, даже если издеваюсь, то что? Афиша донос на меня напишет. Достать смартфон. Да подожди ты, а уж это современная молодежь, никакого чувства юмора. Такой молодой я уже хамиш, ну куда это годится? Давай выпьем по бутылочке у слады, нервишки успокоим, а? Запустить механизм. Да, это у нас грусть, ребят, у меня четыре шестеренки до сих пор валяются. Давайте выясним, где их можно взять. Но в этой локации я уже не знаю где, если только лететь в тематический парк, ребят. И вот этот вот телепорт, скорее всего, ближайший. Ну, мне так кажется. Там была, по-моему, компания людей, стоявших недалеко от этого тпшки. Вон они фоткаются. Вот у них, по-моему, можно эмоции взять. И это грусть, скорее всего. А ну-ка идите сюда, поглотите эмоции. Наконец-то наше давнее желание исполнилось. Половина янтарной эры спустя, но мы наконец-то накопили достаточно, чтобы попасть сюда и отправиться в погоню за мечтой. Тебе тоже радостно, моя любовь. Жаль, что я так стара, что могу уже и не вернуться сюда с тобой снова. Хоть в этот раз я буду радоваться без сожалений. Эру Дроидсу рядом со старушкой не проронил ни слова. Может, он не понимает ее переживания. Или не может подобрать слов, которые бы ее утешили, потому просто молчит. Да, всю жизнь копичь, чтобы один разочек сюда приехать. Такойся, конечно. Так, где этот мужик-то был? Я вам говорил. А, вот здесь опять ТП-шка. Поехали. Грусть у нас есть, напоминаю. Тут в последнее время почему-то все заводные механизмы, которые я прохожу, они связаны с грустью. Печально и грустно. А он так и будет плакать, что ли? Что происходит? Сам мужчина вдруг начинает громко рыдать, и вы наблюдаете, как у взрослого человека вот-вот случится нервный срыв. Нет, нет, только не так. Я же не... Мужчина продолжает задыхаться от рыдания. Все нормально? Нет, нет, скорее, найди семью, найди вдохновителя, грез. Мужчина продолжает задыхаться от рыдания. О, нет. И что делать? 93 метра, давайте бежать. Найдите дежурного вдохновителя грез в парке Айдена. О, можно поглотить эмоции. Во, во, не, не, не. Ё-о-о. Может быть... А, ну тут территория большая. Да и вот тут бесконечно нужно искать. Этот мужик вообще исчез. Во, смотрите, стоит какой-то. Может, это он все-таки. Да нет, вы прикалываетесь. Где на этой территории мне найти его? Вдохновительница грез... Есть, нашел, нашел. Все, нашей дружбе конец. С меня хватит, больше не буду с ним общаться. Я понимаю, твои чувства, тебе было... Было так тяжело? Извините, это срочно. Вы в двух словах рассказываете, а не очень, бро. Судя по вашим словам, это, господин, действительно в плохом состоянии. Но сейчас я... Ничего, ничего, я подожду. Благодарю вас за понимание, господин Карл. Я все проверю и сообщу вам, как только вернусь. Знаете, он был самым важным человеком в моей жизни. Всегда делился со мной результатами исследований. Направил меня по истинному пути эрудиции. Ну как из такого человека мог получиться такой упрямец? А знаете что? Когда он оценивал мои результаты исследований, то читал мне нотации, как будто я младенец несмышленый. Эээ... Извините, не сдержался. Идите, вас ждут. Понятно. Я не могу дышать. Все вокруг кричит. Слишком громко. Пожалуйста, успокойтесь. Это слишком опасно. Огонь, огонь. Он все еще горит. Он никогда не прекращал гореть. Гори, гори. Чабра истерически кричит, а перед вами появляется огненный шар. Ух ты. Не подходи. На помощь. А как такое может быть здесь? Это странно. Да, мы с этим типом были, конечно, сложно, конечно, сражаться. У него физика, Крио и Квант. По сути, один элемент подходит. Наташа все равно бить его не будет. Не, хотя Герта должна разнести его, да? О, есть пробитие. О, есть пробитие. До смерти напугался. Ну, это старик дает. Не верю, что он превратил проекцию своего сознания в сущность. Прошу прощения. Но все хорошо. Теперь мы расправились с негативными эмоциями физически, а старик больше не доставит нам проблем. Тогда я пойду. Господин Карл еще меня ждет. И да, спасибо огромное за все. В следующий раз надо тебя угостить. Ну, в общем, извини, что все так вышло. Если у тебя будет неприятность, ты приходи ко мне. Я человек пожилой, более-менее уважаемый. Уж с чем-нибудь да смогу помочь. Ух ты, мы и так помогли ему, да? Камни нефриты дадут? Я что-то не понял. По-моему, дали. Ну, а, вот они дали только что. Отлично. На этом все, ребят. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока.